Это ноутбук Asus ZenBook UX530 и вы посмотрите, как же он хорош. Это 15-дюймовая плашмя с дискретной видеокартой, но весит он всего лишь 1,6 кг. 1,6 кг. Это меньше, чем сходить к картошке купить, а толщина 17 мм. И посмотрите, как он красив, какие рамки, сзади даже Gorilla Glass 4 или 3, да все равно стекло. Это тот редкий ноутбук, который ты берешь в руки и поражаешься тому, как его сконструировали. Сразу есть очень сильные ассоциации по ощущениям и по дизайну с одной очень известной компанией. Но все равно это что-то не то, это что-то свое, благодаря именно этому противо какому-то стеклу. Оно не царапается, но может разбиться, если опустить ноутбук на землю. Приятно то, как он выглядит, приятно то, что есть шлифовка металла под стеклом. Снаружи еще и само стекло, все блестит, просто волшебно выглядит. Но отпечатки пальцев ноутбук собирает даже сильнее, чем было раньше. С другой стороны, в комплекте идет микрофибра и протирать можно будет абсолютно без проблем. Сколько хотите. В передней части посередине под крышкой есть маленькая выемка для того, чтобы ноутбук можно было удобно открыть одной рукой. Но вот только небольшая незадача. Смотрите, я одной рукой беру, пытаюсь открыть и у меня ничего не получается. Зато если помочь второй рукой, то вы открывая ноутбук сразу видите сканер для отпечатков пальцев. И эта фишка безумно удобная, как и в любом смартфоне. Вы касаетесь пальцем и винда разблокировывается сразу. Причем все это очень безопасно, не приходится вводить пароль, который можно подсмотреть. Однако, вот мое личное мнение по расположению этого сканера. Лучше бы поставили где-то в районе кнопки включения. А может быть даже саму кнопку включения сделали сенсорной, чтобы сразу и отпечаток пальца считывало. Это был бы, конечно, полный космос, было бы удобно. А так сканер отъедает пусть даже маленькую, но все-таки область у тачпада. Хотя тачпад сам по себе большой и удобный. И это даже не тачпад, а трекпад. То есть нажимается он в абсолютно любой его части. Он очень хорош, реально. У него хорошая акселерация, у него очень хорошая чувствительность и хорошо скользит палец по самому тачпаду. Единственное, что мне кажется, года через два вот эта матовая поверхность, она немножко протрется до глянца. Однако клавиатура здесь вообще космос. Ход этих клавиш всего лишь полтора миллиметра. Ну, даже совсем немножко больше. Есть подсветка, все замечательно. Мне понравилось буквально только одно, это маленькие кнопки-стрелки. Ну, блин, просто в темноте еле нащупываешь, если ты не используешь подсветку кнопок. То есть когда смотришь фильмы, ты выключаешь подсветку, класс, супер, офигенный экран, хороший звук. Но для того, чтобы что-то куда-то перемотать, ты просто сидишь и думаешь, а на ту кнопку мне нажать или не на ту? Я думаю, что это все мои придирки. Почему? Через мои руки уже прошел не первый десяток ноутбуков. Я во всех ноутбуках нахожу какие-то недостатки, придумываю, что можно было бы еще улучшить. И в принципе, эту же информацию я передаю к производителю, чтобы он в дальнейших ноутбуках по возможности все это исправил. Поэтому я говорю, что это чисто мои придирки. Если кто-нибудь из вас работал на обычном пластиковом ноутбуке, который не такой дорогой, не такой элитный и крутой, то взяв это чудо в руки, вы просто скажете, ах, и я его хочу. Потому что это правда. Ноутбук волшебный, он складывает безумно приятные впечатления. Особенно, когда ты можешь его взять вот так вот за самый краешек и не чувствовать ни единого прогиба в конструкции. Это очень классно. В моей вариации ноутбука дисплей с IPS-матрицей и Full HD-разрешением. Покрытие матовое, замечательное, никаких отблесков. И даже если вы тыцаете своими крякшами в сам экран, то не оставляются жирные отпечатки. Я был удивлен, и это приятная вещь. Потому что иногда сидишь такой, смотришь сериальчик с жирными руками и хочется ткнуть в экран. Вот так вот бла-бла-бла-бла-бла. А отпечатков нет. Одна из главных фишек этого ноутбука в том, что он очень тонкий и при этом в нем производительное железо. Объясняю поподробнее. Смотрите, в такой же толщине до этого Asus располагали Core M процессор с частотой всего лишь 800 МГц. Вы чувствуете? 800 МГц. Здесь процессор с частотой 2,7 ГГц. При этом турбо-буст до 3,5 ГГц. Есть дискретная графика 950M. И при этом ноутбук не греется. Здесь есть пара вентиляторов маленьких, которые по идее должны шуметь. Все это должно греться, пыхтеть и можно даже чай заваривать. Но как это сделали, я не понимаю. Вот сейчас у меня работает бенчмарк, трудится все железо и полная тишина. Ну, Asus, вы молодцы, конечно. Я специально не делал никакие тесты производительности. Почему? Потому что это абсолютно обычный Core i7, ультрамобильный. Давайте начну с другого конца. Этот ноутбук будет продаваться в абсолютно разных модификациях. Будет Core i3, Core i5, Core i7. Будет оперативная память на 4 ГБ, на 8 ГБ, 16 ГБ, SSD на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ. И если я даже протестирую свой ноутбук, то это вообще не факт, что вы получите ровно такую же производительность в вашем ноутбуке. Особенно, если вы будете выбирать ноутбук на каком-то Core i3 процессоре. А у меня Core i7. А теперь время удивительных историй. Компьютер, который стоит внизу, это 4-ядерный 8-поточный Core i7 с частотой под 4 ГГц. Полноценный, настольный. Здесь стоит видеокарта 750 Ti, 16 ГБ оперативной памяти и 4К-видео на этом компьютере. Рендерилось за 30 минут. На этом компьютере то же самое 4К-видео рендерится за 15 минут. Я не знаю, чем это объяснить. Возможно, наличием SSD-диска, но разница колоссальная. Вы понимаете, вот эта огромная Адаробола, которую с собой не повозишь, и вот этот малыш на 1,6 кг. Во время рендера температура еле-еле поднималась выше 70 градусов. Если быть честным, порядка 72-73 градусов, что очень немного для такой толщины ноутбука. И учитывая, что здесь нет практически системы охлаждения. Два вентилятора и пара супер тонких теплотрубок, но по меркам настольного компьютера это трудно назвать вообще каким-либо охлаждением. Это так, мелкие гуделки. Этот ноутбук был у нас на тесте целые 2 недели. Из этих 2 недель лично я смог попользоваться ноутбуком буквально полнедели. Знаете почему? Потому что тот самый оператор, который сейчас снимает видео, он сидел и монтировал за этим ноутбуком и не хотел мне его отдавать. Слышь ты, гад? А как мне монтировать? Два недостатка, которые я все-таки нашел у этого ноутбука, давайте по очереди. Первый это SSD диск. Здесь стоит абсолютно обычный SATA SSD диск. Это не M.2, который работает через PCI и линии. Это SATA. Он медленнее примерно в 4 или даже в 5 раз. Но несмотря на это скорости работы получились у меня вот такими. И кроме этого SATA SSD диска вы сюда больше ничего поставить не можете. Если у вас здесь стоит 128 гигабайт или 250, вы можете заменить только на другой SSD диск. Жесткий диск здесь поставить даже некуда, потому что нету даже оптического привода. Ничего нет лишнего. Это самый современный ноутбук, который можно только найти. Ну, был бы здесь, конечно, только M.2 SSD-шник. Второй недостаток это звучание этого ноутбука. Ну, нет, на самом деле звучание замечательное. Мне оно очень нравится. Басов, конечно, никаких. Но зато 4 динамика делают громкий и хороший звук. Единственный нюанс, о котором я как раз хочу рассказать. Как только громкость проигрывания музыки либо фильма переходит через определенный порог, то на средних частотах слышно дребезжание то ли корпуса, то ли самих динамиков. В принципе, для человека, который музыку слушает и он не аудиофил, это не очень-то и страшно. Но так как я обозреватель и мне нужно приколупываться к абсолютно всему, то я вам об этом рассказываю. А теперь давайте по музыке. Сейчас у меня порядка 30% громкости играет музыка из Google Music. И теперь поднимаю до 100%. Музыка громкая. Средние немножко режут. При этом появляется дребезжание самих динамиков и корпуса. Я надеюсь, вам это хорошо слышно. Поэтому, если вы хотите поработать, то одевайте наушники и никаких проблем не будет. Здесь хороший ЦАП и звук от Harman Kardon. Если я правильно понимаю, то батарея здесь в 3 раза более выносливая, чем в других ноутбуках. То есть в ноутбуках конкурентов и чем обычные аккумуляторы. Что это значит? Значит то, что этот аккумулятор у вас проживет в 3 раза дольше, чем в другом ноутбуке. Чем это хорошо? Вам через полтора года не придется менять аккумулятор. И это, в принципе, приятно. Еще приятно то, что, учитывая, что здесь дискретная графика, процессор хороший, экран на 15 дюймов. И я пользовался ноутбуком на 100% яркости, он у меня отрабатывал 5,5 часов. Вы понимаете? 5,5 – это очень много. Если понизить яркость, то я уверен, он проживет и полный рабочий день, то есть порядка 8 часов. И это тоже очень хороший результат. Хотя, конечно, не дотягивает до обещанных 9 часов. Чего я еще не упоминал про этот ноутбук, так это 100% покрытие пространства sRGB. А значит, ноутбук и его экран подходят для дизайнерской работы, и можно даже внешний монитор не покупать. Идем дальше. Всего лишь 7,5 мм толщина вот этих вот рамок, и наконец-то Asus к этому пришли. Ура, аллилуйя, это так классно выглядит. И, блин, да это не просто классно выглядит. Ноутбук 15-дюймовый по размерам, как 14-дюймовый. Это стоит многого, я вам скажу. Это очень сильно и облегчает ноутбук, и делает его красивее, и компактнее, и пользоваться им приятнее. Покупать этот ноутбук или нет, решение, конечно же, за вами, потому что стоит он очень немало, но лучше этого ноутбука я еще пока не встречал. Чтобы был настолько же тонкий, настолько же компактный, при этом 15-дюймов, с хорошим тачпадом, с шикарным корпусом, тонкими ранками и офигенным экраном. Но здесь абсолютно все замечательно, вот все доставляет огромнейшее удовольствие. Я считаю, что когда компания Asus начнет применять вот эти же технологии в своих средних ноутбуках, то на рынке не останется никакой другой компании, кроме двух, всего лишь две. Это Asus и Apple. И то Apple делает ноутбуки на другой операционной системе, а тучи людей нужны ноутбуки именно на винде. Поэтому, Asus, пожалуйста, продолжайте и применяйте эти же технологии в более доступных ноутбуках. А узнать цену этого ноута можно по красивой аннотации слева от меня. Здесь кнопка для подписки, нажимайте лайк и дизлайк, и мне абсолютно все равно, что вы нажмете. Но главное, в комментах напишите, что вы думаете про эту железку, потому что я остался очень впечатлен. Увидимся в следующих наших обзорах. И еще меня очень сильно просили вот так вот сделать. Пока!